Могут совпадать до приема. Ведь имеет смысл, если есть такая возможность туда делегировать действительно в оргкомитет кого-то? Ну вот. Прямой ответ. А лоббировать это через то, что их не надо, пожалуйста. Прямой ответ. Такая возможность. Может быть, но, честно, я думаю, что вероятность не то, чтобы очень большая. Прямой ответ, еще один. Еще один прямой ответ, на самом деле. У меня тоже. Можно я, как раз таки, по поводу технически вообще. Прием в оргкомитет происходит на основе пришел, понравился, работал. Так это было, в принципе, с образцовой и так далее. Собственно, на эту тему было сказано, что да, это не в оргкомитет, тусовка. Да, это тусовка. А из тех, кто, извините, тусовка сколько-нибудь близок, это, например, вот я, это я не могу войти просто потому, что сами понимаете. Потому что ты похож на Джонни Дэш. Слишком много занят своей вот этой деятельностью. То есть, возвращаясь к первоначальной формулировке вопроса, я вообще не очень понимаю, что значит сотрудничество комитетом. Делегировать туда представителя, если мы постулируем, вот сегодня там голосование по поводу того, какие принципы положены в нашу основу. И большинство пока проголосовало за принцип открытости. Если мы, это открытая структура, то мы не можем делегировать человека в закрытую структуру. А сотрудничать при этом с ними, вызывать их на дебаты, дискуссии, наоборот, нужно. Я считаю, что если мы открытая структура, делая акцент на слово все-таки структура, а не просто сборище, то мы имеем полное право как структура с кем-то взаимодействовать. И если есть уполномоченный делегат, который не творит непотребства и воюнтуризма, а каждый в своем шаге и вздохе отчитывается перед нами, то я считаю, в этом нет ничего плохого. Даже если мы делегируем человека из нашей открытой структуры и отправляем его в закрытую структуру, то мы не узнаем, о чем он там с ними говорил, мы не сможем посмотреть видео, и мы не знаем, что на самом деле он там делал, и не подкупили ли его в конце концов. Поэтому, если... А, чуть-чуть... Нет, мы, конечно, проверяем. Но если мы открыты, то отправлять своего же человека в темный чулан, я, например, я против этого, категорически. Но при этом звать тех людей из оргкомитета приходить к нам в открытый, светлый чулан и с нами разговаривать, это другое дело. Если этот оргкомитет придет сюда и будет с нами разговаривать, это одна история. Если мы делегируем человека туда, и мы не знаем... Он не придет. Вот так речь о том, кто не придет. Навальный не придет, а Алиса, Алена Попова придет. Вот и все. Так, ну, предложение тогда мы можем делегировать человека, который обладает общим доверием. Если мы сомневаемся в том, что его могут подкупить, или он не так трактует. Мы же сами все проголосовали за то, что нам не нужно устраивать голосовалку про доверие людям. Голосовалка про доверие каждому отдельному человеку не нужна. Ну, скажем, человеку, которого мы можем делегировать... Там было не каждому отдельному, там было рейтинговых голосований. Но мы не вкладывали в это. Можем ли мы доверить, скажем так, быть нашим представителем в оргкомитете, так сформулировать. Вот и все. Для этого нужно делать внутренний индекс доверия. Давайте сейчас просто принципиально голосованием решим, имеем ли мы какое-то право, по мнению собравшихся, делегировать кого же или нет? Ну, действительно, с дебатом... Имеем ли? Имеем ли именно так? Давайте дальше. Что это? Да, действительно, лучше. Что это делегировать? Нет, я предлагаю, именно вопрос, имеет ли мы право делегировать. Есть ли у нас право делегировать? Потому что возник вопрос о том, что именно Павел спросил, да, что мы... У меня есть прямой ответ. Ассамблея имеет право на все. Потому что это... Нет, это все. На то, что не противоречит нашим принципам. Мы не имеем права на насилие, например. Кто сказал? На голосование. Пожалуйста. А сейчас мы поставим вопрос на голосование, стоит ли нам делегировать... Имеем ли права. Нет, нет. Вы же сказали так. Стоит ли нам делегировать нашего человека в оргкомитет? Кто считает, что нам стоит делегировать человека в оргкомитет закрытый? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Семь человек. Еще раз, можно, чтобы мы осложились? Я очень прошу прощения. Зато кто считает, что стоит делегировать человека от нас в оргкомитет? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. А кто считает, что этого делать категорически не стоит? Раз, два, пять. Технические. Пять. И жесткий блок. Я жестко блокирую это представление, потому что мы можем доверять человеку. Допустим, вы сейчас скажете, Паша, мы тебе доверяем. Я туда прихожу, а я здесь потратил кучу сил, энергии, и вообще мне скоро будет нечего кушать. Я прихожу туда, и тут ко мне подходит господин Икс и говорит, Паш, ты будешь говорить закупай, вот тебе миллион долларов. Согласен, и я такой, откуда вы знаете, откуда вы знаете, что я не знаю. Поэтому я считаю, что такое решение, если оргкомитет функционирует неоткрыто и недемократично, то делегируя туда представителя, это просто разрушение нашей темы. Потому что человек, находясь там, если его подкупят, если он изменит свою точку зрения, он... И в результате сложится ситуация. Я разговариваю с людьми про 14 июля и призываю их быть открытыми точно так же. На что они мне пишут, так, ты там из окупая, слушайте, от вас Алиса Образцова выступала, и окупай, что-то такое мутное. Я говорю, простите, простите. И мне приходится объяснять, что на самом деле Алиса Образцова к окупаю отношения не имеет. Однако люди, которые были на митинге, считают, что именно Алиса Образцова говорила о окупая. Что бы ни сложилась такая ситуация, в закрытую, непрозрачную, недемократичную структуру мы просто вообще не имеем права никого делегировать. Можно решить этот вопрос очень легко. Вот берешь этот диктофон и на каждое заседание кладешь его себе в карман. И вот тебе вся открытость. Откуда ты знаешь, что после того, как я нажму на стоп, я не подойду и скажу, ну давай свой миллион, давай. Не на диктофон. Принесешь там миллион, вы не так где все. Пошли, не на диктофон. Продолсовали мы примерно форума. Недоверие абсолютно. И 5, да, не 100. Примерно форума. Ну, я считаю, что это отступили к форуму. И не столько коричневой разницы, как бы нельзя принимать сейчас это решение. Повестка окончена. Я только хотел добавить, что в этой ссылке, в точке сингулярности моей любимой, есть такой момент, как регистр. Ее не надо зачеркивать. J, F, I, маленький, а C, большая. Это не надо на диктофон. Вот эта ссылка с большой C работает. Ссылка чувствительна к регистру. Вот по этой ссылке можно попасть на общий список групп. C, большая буква. И чуть-чуть объявлений. Четверг, завтра. То есть я не буду подробно рассказывать. Если интересно, более подробная информация, подойдите, я расскажу. Итак, у нас появился автоответчик. Если вы не знаете, если вы уехали, не знаете, где пройдет ближайшая ассамблея, вы звоните по этому номеру, автоответчик вам голосом Веры Ройтер объявляет, где состоится и поскольку ближайшая ассамблея. 797, 38, 39. 19. А умер в ночь, а встреча. Это не ассамблея. 19 часов, несколько людей. Если кто хочет, может подключиться, мы идем разговаривать с студентами, аспирантами, магистрантами Центра имени Мирхольда театрального о постановке пьесы про активистов с нашим участием. Если кто хочет, в 19 часов. Важный комментарий. Да, это будет пьеса, не которая написана автором, это будет то, что называется документальный театр. Чтобы ни у кого не возникало юзи насчет того, что мы тут будем ставить что-то. Что мы будем играть как актеры. Нет, если мы и будем говорить, то будем говорить от себя и про себя. 19 часов завтра. На самом деле, я тебе пишу технический вопрос по поводу меня лично. То есть, у меня до 19.30 сейчас поступило приглашение транслировать семинар по электронной демократии. Я думаю, я сейчас в раздумьях, собственно. Я думаю, что тебе надо лично мое умение идти туда, потому что это будут переговоры. Это будут переговоры. Да, ничего интересного, наверное, не будет. А вам было бы интересно сразу посмотреть семинар, потом в записи. Я буду, например, в электронной демократии. Деднастриц, который, да? Это будет первое просто знакомство. И неизвестно, к чему оно приведет, поэтому туда. Ну, неизвестно, я иду туда завтра в семинар в 19.30. Теперь. Приехал человек из Петербурга, который занимается соционикой. Можете попробовать, она попробует так снимать. У всех разное отношение к этому. Тем не менее, я сегодня с ним встречался. Он достаточно интересный человек. И было бы неплохо с ним поговорить и поспорить. Он достаточно открыт для того, чтобы воспринимать критику. Соционик – это все в за наукой. Это те, как Декстли говорят. Да, да, да. Но это не значит, что с этим человеком нельзя поспорить про образование, например. Он, у него своя школа и свои методики преподавания. Я думаю, что, по крайней мере, его опыт нам может быть интереснее. Как это, что это было бы просто? У меня физмарк и культурология. Я же не по-какой получил, что это то слышал. Да, больше. У меня большой-большой вопрос. Надеюсь, ты хочешь это делать не, грубо говоря, в... В струе тех образовательных проектов, которые у нас есть? Это просто встреча в 19 часов с человеком. Хочешь, приходишь. Без формат. Без формат. Он предлагает такой формат, что он 15 минут что-то говорит, отвечает на вопросы. Потом еще 10 минут говорит, еще отвечает на вопросы. Не, 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 не проект в рамках свободной школы. Нет, не в рамках свободной школы. Паш, еще раз. В ассамблею мы можем вывесить, тем более, что для него тоже принципиально выступить у Абая. Он выступал уже на Исаакиевской в Питере. И, в принципе, сказал, чтобы его там приняли достаточно тепло. Поэтому зачем нам, если мы открыты, почему мы должны? В построении общества, основанных на принципах открытости, самоорганизации, свободы и ответственности. Что там еще у нас было? Технический комментарий? Да. Почему у нас нет сих пор запаса листовок, что такое ассамблея? А где гитационная группа? Вопрос к гитационной группе. Потому что ее сейчас немного переделывают. И мы не успеваем. Да, это нужно сделать. Так. Паш, еще раз повтори, пожалуйста. В 19 часов, в пятницу, первая встреча с Якобом Фельдманом. Он будет говорить про альтернативное образование и про его собственную теорию уровней, философии, психологии и политики. Если вам интересно, приходите. Он потом хочет устроить еще встречу в субботу, в воскресенье. И, может быть, в понедельник, в зависимости от того, как пойдет. Большая ада. Теперь. В 20 часов в пятницу Артур Ристакесян, кинорежиссер, автор фильмов «Ладони», расскажет лекцию с таинственным названием «Взгляды писателя Роберта Стивенсона», того самого, который написал «Остросокровище». И, кажется, доктор Раджейкова тоже он, да? На взгляды Роберта Стивенсона на современный протест России. В 20 часов. В 21 час малая ассамблея. Какому вопросу она будет посвящена, я пока не представляю. Мы можем проголосовать в группе «Поголосовать». В субботу у нас будет насыщенная программа. В 5, как вы помните, Максим Санников устраивает дискуссию про образование. А Саша Рысев устраивает дискуссию про альтернативную экономику. Соответственно, я предлагаю тогда в 7. И во сколько тогда будет фильмом, если он захочет, если мы его тепло примем. Наверное, получается до, то есть часа в 3. И еще в рамках той открытой школы, которую мы делаем, я провожу пробные занятия. Соответственно, наверное, в час. Или в 3. В зависимости... Ну, в общем, время уточним. Это пробное занятие для тех, кто занимается проектом открытой школы. Мы сами протестируем, как этот формат работает. Для самих же себя. Да, если интересно, именно... Если те, кто участвует в открытой школе, подходите, потому что нам нужно понять... Еще этих вопросов. А куда ты... Где уже стоит мой мастер-класс? Чтобы знать мне, когда и куда. А, мы же не договорились по времени. Ну, вот, я как раз просил на эти выходные. Ну, когда ты хочешь, давайте обсудим. Ну, я... Мне все равно, эти выходные. Ну, смотри. Мне нужно ждать ассамблею, чтобы... Слушайте, это важно для меня... Я просто могу и не дойти до тебя уже. В принципе, ассамблея-то у нас, то есть, это по факту законченная или нет? А, ну, ну, просто давай, просто, чтобы объявим, потому что я, например, вообще забыл бы это. Когда это нужно сделать? Слушай, давай сейчас решим, что мы спорим, когда. В воскресенье у нас тоже насыщенная программа. У нас там Living Rooms и... Можно меня куда-нибудь-то впихнуть, а, Натю? Мне нужен полчаса час. Либо в воскресенье с утра, либо в пятницу с утра, либо в субботу, параллельно, либо в семь, либо в пять. Можно? Спасибо, Паша. Дело в том, что нам передали, что начиная с пятницы будут дожди в течение недели. Что делать, если будут дожди? Собираться. Собираться. Собираться все равно. По-любому. Да. Так что, что, Кирилл, тебе удобно... Мне удобно, скажем так, после пяти в субботу или воскресенье. Да, вот с Сашей. Либо вы делаете параллельно одновременно, либо вы сейчас решаете, что приоритетнее. Сами назначите, пожалуйста. Я не могу назначить. Я могу лишь только договориться. Кто у нас занимается расписанием? Я занимаюсь расписанием. Я тебе сказал свои рамки. Я тебе сказал широкие рамки. С пяти до... С пяти. С пяти в субботу или воскресенье. Вот, Саша, что ты делаешь с альтернативной экономикой? С утра в другое время. Я предлагаю на воскресенье мастер-классы. В воскресенье.